Решениями 26-го съезда КПСС определены задачи ускоренного развития производства грузовых автомобилей с дизельными двигателями. За последние годы в нашей стране выросли заводы-гиганты. Один из них — завод КАМАЗ. Высокая производительность труда достигается за счет автоматизации всех производственных процессов. Подача заготовок для дальнейшей обработки, штамповки, сварки. В процессе производства и сборки каждая деталь и сборочная единица проходят неоднократный автоматический контроль диагностическими приборами, что гарантирует высокое качество и надежность машин. Этот фильм кинокурса «Автомобиль КАМАЗ» посвящен особенностям устройства и работы двигателя. Дизельный двигатель модели 740 отличается высокой топливной экономичностью, повышенной надежностью и долговечностью. Правые и левые ряды цилиндров двигателя расположены под углом 90 градусов. На одну шатунную шейку коленчатого вала устанавливаются два шатуна по одному из каждого ряда цилиндров. Крышки шатунов невзаимозаменяемы и должны крепиться только на шатун соответствующей маркировки. Камера сгорания выполнена в головке поршня. Обратите внимание на три выточки для поршневых колец. В месте расположения верхнего поршневого кольца вставка из жаропрочного чугуна, имеющего небольшой коэффициент теплового расширения. В маслосъемочных кольцах применен пружинный расширитель. Снятие и установка поршневых колец производится специальным приспособлением. Поршневые кольца разводятся замками под углом 120 градусов для предотвращения прорыва газов в картер. Коллоидно-графитовое покрытие юбки поршня с малым коэффициентом трения улучшает приработку деталей цилиндропоршневой группы. Поршень и шатун соединены пальцем плавающего типа. Его смещение ограничивается стопорными кольцами. Нижняя головка шатуна выполнена с прямым и плоским разъемами. Вкладыши подшипников сменные с рабочим слоем из свинцовистой бронзы. Между блоком цилиндров и головкой устанавливаются стальная и резиновые уплотнительные прокладки. Они предотвращают прорыв газов и утечку жидкости из рубашки охлаждения. Головка цилиндров крепится к блоку четырьмя болтами. Затяжка болтов производится динамометрическим ключом в два этапа с усилием в 12 и 21 килограмма метров. На двигателях этой модели головки устанавливаются на каждый цилиндр отдельно. Таковы основные особенности кривошипно-шатунного механизма двигателя автомобилей семейства КАМАЗ. Для продувки и лучшей наполняемости камеры сгорания используется перекрытие клапанов в нижней и верхней мертвых точках. Открытие впускного клапана осуществляется с опережением по отношению к верхней мертвой точке, а закрытие с запаздыванием на 46 градусов после нижней мертвой точки. Выпускной клапан открывается за 66 градусов до нижней мертвой точки и закрывается с запаздыванием после верхней мертвой точки. Клапанный механизм состоит из крышки, впускного и выпускного клапанов, двух пружин на каждый клапан, упорных тарелок и стопорных сухариков. Механизм газораспределения. Он состоит из распределительного вала, сменных грибовидных толкателей, штанг, оси и коромысел. Здесь представлены основные детали газораспределительного механизма. Смазочная система двигателя комбинированная. К трущимся деталям масло поступает под давлением и разбрызгиванием. В систему входят маслозаборник, масляный насос, фильтры, полнопоточный и центробежный, радиатор, контрольные приборы, масляный насос двигателя двухсекционный. Рассмотрим его отличительные особенности. Передняя секция насоса подает масло в главную магистраль, задняя в фильтр центробежной очистки и далее в радиатор и поддон. В насосе установлены два предохранительных клапана. При повышении давления в радиаторной секции свыше 8 килограмм силы на сантиметр в квадрате открывается предохранительный клапан и насос работает в замкнутом цикле. Давление в магистрали снижается. При повышении давления в масляной магистрали свыше 8 килограмм силы на квадратный сантиметр открывается второй клапан и нагнетающие секции масляного насоса также начинают работать в замкнутом цикле, ограничивая давление в смазочной системе. Максимальное давление масла в прогретом двигателе ограничивается 5,5 килограмм силы на квадратный сантиметр. С этой целью в масляном насосе установлен дифференциальный клапан. Это одна из главных особенностей рассмотренной смазочной системы. Масло под давлением подается в фильтр центробежной очистки, обеспечивая вращение ротора. Под действием центробежных сил механические частицы отбрасываются к стенкам колпака ротора и здесь задерживаются. Очищенное масло возвращается в поддон двигателя через радиатор. Передняя секция масляного насоса подает масло в полнопоточный фильтр. В корпус фильтра полнопоточной очистки встроен перепускной клапан с сигнализатором засоренности, который включается, когда разность давления масла до и после полнопоточного фильтра достигает 2,5 килограмм силы на квадратный сантиметр. Это может быть при низкой температуре масла или при засоренности фильтрующих элементов. Открывается перепускной клапан и масло поступает в магистральне очищенном. Длительная работа засоренным фильтром недопустима.